Во вторник, 16 марта, Джозеф Байден в ходе интервью журналисту ABC назвал Владимира Путина убийцей. В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья и предложил устроить публичную дискуссию в прямом эфире, которая могла бы заинтересовать граждан как России, так и США. По мнению The Western Journal, лидер РФ при этом понимал, что такое событие вызовет вал насмешек в адрес нынешнего хозяина Белого дома. Однако это не первый случай, когда Путин ради забавы выставляет Байдена не в лучшем свете. Американское издание напоминает о памятном случае, произошедшем в 2011 году, о котором по большей части мир узнал из книги бывшего стенографиста Белого дома Майка Маккормика о шести годах с 2011 по 2017, которые он провел с Байденом в ходе встреч тогдашнего вице-президента с главами других государств. В сентябре 2011 года в ходе совместной пресс-конференции с президентом России в Москве Джозеф Байден начал рассказывать присутствующим о своих визитах в Советский Союз во времена Холодной войны. Но вдруг на полусловие отключили микрофон Байдена и свет в зале, выключили также оборудование для прессы, и ассистенты Путина вывели из зала представителей СМИ. По мнению Маккормика, таким образом еще 10 лет назад Путин ради забавы унизил Байдена. Бывший стенографист полагает, что Владимир Путин таким образом хотел дать понять, что именно он отвечает за эту комнату, за Россию и за процесс перезагрузки отношений его страны с США. Соратники Байдена очень разозлились из-за происходящего. Это был Путин во всей его КГ бистской жестокости. Байден был унижен. Для меня откровением была преднамеренная точность оскорбления. Самый влиятельный человек в России не испытывал ни страха, ни уважения к Джо Байдену. Он только что поиграл с ним для забавы. Отметил Майк Маккормик. Вполне вероятно, что Джо Байден не забыл об этом случае, и отчасти поэтому именно таким образом ответил на вопрос журналиста ABC о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. И допустил серьезный промах, вызвав очередные едкие насмешки в свой адрес. В качестве главы государства Байден получил серьезный урок на тему того, что произносимые слова порой имеют очень важное значение.